Спиридоном Вадим Семёнович, вы не поверите, но это человек, который всю жизнь себя искал. Может быть, даже те, кто был рядом, был рядом, кто находился рядом, кто с ним работал, в это не поверят, но это действительно была жизнь-поиск, и здесь есть мистика. Что является мистическим, так это то, что он всю жизнь нарабатывал какие-то тайные знания, умения. Может быть, это связано и с профессиональной его деятельностью, может быть, ещё с какими-то другими направлениями. Для тех, кто пропустил или же не знает этого актёра, напомню, что Вадим Спиридонов предсказал свою раннюю смерть незадолго до кончины в разговоре с женой, он то ли в шутку, то ли всерьёз сказал, «Сдохнуть бы скорее от этой жизни, а чтобы не тухнуть, лучше умереть зимой, например, 7 января». Жена парировала, у людей праздник, а ты помирать собрался. Он подумал и сказал, «Ну, тогда 7 декабря сделаю тебе подарок. У жены день рождения 8 декабря». Так и случилось. В тот роковой вечер 7 декабря 1989 года Спиридонов должен был отправиться в Минск, где в ближайшие дни начинались съёмки нового фильма по роману Белова «Всё впереди». Кстати, он должен был играть главную роль. Актёр был бодр, весел. За пару часов до выезда из дома он решил прилечь отдохнуть, сказав жене, чтобы она его разбудила в нужное время. Но когда через 2 часа жена дотронулась до мужа, он уже не дышал. Как выяснилось, Вадин Спиридонов умер во сне от приступа сердечной недостаточности. Похоронен 10 декабря 1989 года в Москве на Ваганьковском кладбище. Предсказание это было или же просто совпадение? Давайте будем разбираться. С вами я, Зоя Климёк. Я предлагаю вам «Матрицу судьбы» актёра Спиридонова Вадима Семёновича. Материал будет кратким, так как я не ставлю своей целью полностью раскрыть личность этого актёра, а только лишь найти доказательства того, что он мог действительно что-то предвидеть. Обладал ли он знаниями, предвидения, или же его уход, его слова оказались просто случайностью и совпадением. Итак, я уже ранее в самом начале сказала, что всю жизнь он нарабатывал тайные знания, умения. Вполне возможно, что это связано с профессиональной деятельностью. Тем не менее, он очень хорошо понимал, предчувствовал всё то, что происходит вокруг него. Он жил в состоянии постоянных перемен, колебаний. Это человек-путешественник с вечной жаждой познания. Это бродяга, мистик, фантазёр, кстати, целитель. На высшем духовном уровне это человек, способный на идеальную любовь. На низшем это пьяница и наркоман. Я не ставлю своей целью определять программу, по которой жил актёр. Тем не менее, такое указание есть, и я его озвучила. Конечно же, я преследую здесь цель, и цель моя, чтобы те, кто почувствует созвучность с этим актёром, понимали, от чего надо уходить. Таким людям, как правило, очень много даётся. Их задача овладеть медитацией, космическим сознанием, и он должен проявить много сил и воли, чтобы отсеять низший мир, постараться не жить по низкой программе. Помощь ему дана была молитва, вербальная магия, белая магия. Как наказание по жизни ему даны странные болезни, склонность к инфекциям, но какая-то сила всё же его оберегала на протяжении всей жизни. Это был добрый человек, но не рекомендовалось злоупотреблять его терпением, так как из покорного и справедливого он мог стать карающим и беззубным созданием. По жизни ему дана фатальность, мнительность, инертность, слабоволье. Он был человеком не от мира сего, которого влекло к чему-то таинственному, и который сам находился под властью рока, дорогие мои. Жизнь как бы проходила мимо него. Он ко всему был безразличен, склонен к дурным привычкам, алкоголю, суициду, мог даже деградировать. Что касается брака, то брак для него был неким успехом и отдушиной. Самое главное в браке – это чтобы на него не давили и его не дёргали, чтобы им не командовали. По судьбе ему открыты были высокие духовные источники, интуитивные были озарения. Он изучал оккультизм, он этим интересовался. Это был хороший астролог, имеющий сильную волю, готовность экспериментировать в новых областях знаний. Это новатор, это изобретатель, это реформатор, это гуманист, это талантливейший актёр. Он был человеком творческим, весьма чувствительным. Его можно было ввести в заблуждение, и в заблуждение вводили его. Прежде всего это – сильные желания и страсти. Он был настоящим другом, но, тем не менее, он мог полагаться на людей, не заслуживающих его доверия. Ему нужно было быть осмотрительнее, чтобы разочарование и утрата иллюзий не приносили ему страданий. По жизни у него было очень много всевозможных травм, повреждений от колющих, режущих предметов, но на нём всё заживало моментально. Даже швы, спайки могли рассасываться сами собой. Несмотря на такую брутальную внешность, у него присутствовали свои страхи, неврозы, фобии, которые брали начало в подсознании, мог стать жертвой отрицательных душевных влияний. Ему надо было держаться дальше от астральных паранормальных воздействий, сеансов, экспериментов. Человек, который имел неортодоксальное интуитивное мышление, он был свободен от клише, от принятого, от общепринятого клише в советское время. Ему даны были высокоразвитые духовные способности, склонность к мистике, оккультизму. Он был склонен к ясновидению, развитию интуиции. На интуитивном уровне понимал астрологию, принимал её, интересовался ею. Я скажу так, что если бы он жил в наше сегодняшнее время, когда всё открыто, мы много знаем, то с него получился бы хороший астролог, маг, парапсихолог, имея в своём арсенале такие знания, которые, конечно же, стучали, которые так или иначе проявлялись в его жизни, работали, а работали благодаря его программированию, то есть он сам мог программировать, предсказывать, предвидеть те или иные события. В его действиях должен был преобладать инстинкт самосохранения. Некая должна была стоять блокировка. Необходимо было исключать поспешность, импульсивность, агрессивность, неосмотрительность, отсутствие меры было, другие какие-то негативные черты. Скорее всего, что он этого просто не понимал, не принимал, он жил так, как получалось, происходил выброс, перерасход энергии, усталость, создавалось внутреннее и внешнее напряжение, которое приводило к изменениям в судьбе, к непредсказуемым изменениям. Он знал, он понимал, он владел знаниями, но управлять ими, к сожалению, он так и не научился. В силу низких программ. Он увлекался также нумерологией, он это всё просчитывал, он прекрасно понимал и видел свои биоритмы, биоритмы своей энергии, биоритмы жизнедеятельности. Именно поэтому он привязывался к каким-то датам. Исходя из всего вышесказанного, я делаю вывод, что у него были знания, он понимал, он просчитывал, он предчувствовал и он прогнозировал свои действия. Большой минус во всём этом – это низкие программы, по которым он жил. Поясню, дорогие мои, что у каждого человека есть знания, которые работают или же призваны работать по высокой программе, но есть знания, которые работают и по низкой программе. Человек – это как компьютер, у которого есть программы, которые работают в плюс, но есть и вирусные программы. Вирусные программы создают некие неприятности, блокируют позитив, давайте вот так, они отнимают энергию, они отнимают здоровье. В конце концов, низкая программа, если мы её спроецируем на компьютер, способна уничтожить компьютер. Точно так же эти программы работают и у нас с вами, то есть в организме, в сознании, в подсознании, в жизни человека. Они доставляют или же побуждают нас к агрессии, к выбросу энергии. Одним словом, мы отдаём энергию неким тёмным, низким программам. За счёт низких программ человека живут некие сущности, о которых мы очень часто слышим, знаем и понимаем. Ну что, мои дорогие, я надеюсь, что материал был интересный. С вас лайк, подписка, хороший, позитивный комментарий. Берегите себя и тех, кто рядом. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok